всем привет дорогие друзья я мороз алексей василий компания кров монтаж я предлагаю вам провести с нами один день что у нас сегодня днем по расписанию мы едем на два выезда на два замера значит в одецовском районе в одном случае заказчик по телефону сказал что ему посмотреть что с кровли замеры я буду могу замечать замерщика прислать ведь нет мне нужно что именно я приехал мороз алексей окей там что-то нужно посоветоваться абсолютно не знаю что там что на одном объекте что на втором просто проведите с нами один день может вам покажется интересным чем мы заняты целый день так давайте погнали так мы приехали на первый объект значит в снт в одецовском районе значит такие живописные места такой шикарный теремочек спрятался на территории сказочный скажем строили этот дом он уже стоит без отделки лет 12 не могут решить что с ним делать смотрите как красиво зимой да сейчас первый день зимы декабрь василий сделай ручкой нашим подписчикам вот значит сейчас пока василий меряет я вам расскажу по знакомым с объектом красивенький такой домик но под всей этой красотой к сожалению ребят скрыто очень много нюансов недостатков и поэтому люди никак не могут приступить к отделке может решиться нужно переделывать крышу все-таки расскажу почему но первая ошибка смотрите ну не то что ошибка задумывалась видите гараж на первом этаже со въездом в 90-х там была раньше мода знаете и вниз такие спуски делали сделали высокий вход но как видите две кровли 2 скота ходит 3 скота сходятся в одну точку и как вы думаете прям над ходом но конечно сейчас это все туда течет обильно вот даже люди настилают вот эту пленку что намокается плиткой насквозь размораживается лопается и так далее значит как раз заказчики спрашивают совета что можно сделать здесь с этим домиком тут получается так навтыкали этих фронтончиков сейчас покажу с этой стороны тут тоже фронтончик видите имеется вот этот над ходом такой балкончик кровель и материалная крыша как вы думаете какой ну конечно же андулин вот честно вот что угодно что угодно но только не андулин тем более такая сложно сочиненная кровля вот обратите внимание тоже вот есть нюансы кладку как делали но сейчас можно по моему углы сводить здесь они когда отдельно стоящие эти стены ставили аж только вверху там уже начали сводить углы посмотрите какая кладка то швы такие и здесь не так красиво задумка видно что люди когда строили дом не без фантазии смотрите какие швы на качество кладки вот здесь по моему кирпич вот этот вот вообще перепутали стороной черновой сюда его воткнули жесть чипа швам творится еще гуляет кирпичика хотят но причем удивительно ребят даже армопояса заказчик говорит нет но не трещин ничего абсолютно на этом думе нет как так может быть я не знаю но тем не менее сейчас пойдем подниматься наверх вот этот коварная вещь вот целлофан и лед чтоб не упасть так не люди согласились сделать съемку сейчас первый этаж нас не интересует пойдем на 2 ну вот поднялся честно так и ожидал смотрите потеки все это как течет смазь яндулин без гидроизоляции эти следы конечно врезка яндовое что-то или заказчик говорит армопояса нет но я не знаю как повезло людям явных трещин то нету облицовочен кирпичи газоблок хотя вот смотрите что то ведь микротрещины вот она вот она пошла как нет есть все есть если присмотреться все есть вот видите со шнурками чтобы вода стекала туда поэтому вот я снаружи говорил что вот эту стену мы приподнимаем нау на этот уровень продлеваемые суда вот так вот так с этой части яндовая где-то будет смещена уже вот где-то здесь появится из в этой части к стене уже и полезная площадь будет будет больше здесь уже можно подходить к окну только единственное окошко еще надо будет ставить либо это убрать по центру какой-то побольше окошко вставить и соответственно этот фронт он надо доложить газоблоком и кирпичом на эту точку вот так вот только так и соответственно заармировать заказчик уже согласен все это разбирать всю эту крышу и заармировать армопоясом либо сетку или три ряда полнотелого кирпича сделать и все это заново все это перелопатить только так иначе проводить какие-то отделочные работы здесь смысла нет вот так что так сейчас мы считаем делаем обмер сейчас поделюсь еще с вами последними коррективами вот заказчик вроде согласился вот этот эркер неркер фронтон демонтировать значит чтобы не городить здесь вот эти стены как я вам говорил изначально да он говорит давайте его демонтируем толку от него нету черти что получится единственно крышу конек поднять с тем совместить там разница между коньками где-то 700 миллиметров и здесь стены до с двух сторон за счет двух газоблоков и не знаю армопояса они приподнимутся там в коньке и площадь из-за этого чуть-чуть станет больше а этот фронтон демонтировать но это совсем в корне меняет ситуацию уже становится легче а то мы все вокруг него пляшем вот я говорю чуть ли не из-за этого фронтона дом затевался вот так что так уже ситуация и так сейчас нам надо заехать еще на один осмотр на замер кровли по пути тоже оставайтесь с нами будет интересно посмотрим какая ситуация так поднимаемся с куда-то ведут административное здание подольске сколько этажей тут 4 ты хочешь и все 6 так вообще раздрай такой это у нас эти мансарда я так понимаю как мне сказали здесь хотят еще использовать этот этаж мансардный как тоже под офисы или что-то того и делают планировку вот сейчас капитальный ремонт утеплять хотят так смотрим это у нас уже уличный софит там ход оттуда шпарит естественно гидроизоляции нет пленки это так вот существовало но на редкость кстати заказчик наш говорит конденсата не было но было холодно может как-то поддувал оттуда вот по этим балкам был гипсокартон вот так горячая труба отопления то есть а это было получается труба в ниши да там где холодно за гипсокартона батареи были вот как бы вынесены сюда еще заказчик говорит что вот в разобранных этих нишах хочет вставить мансардные окна мансардные окна сюда одно в той части пару штук 8 где-то 4 окна будет распределены здесь хотят добавить света и соответственно утеплить вот этот потолок 250 но категорически не хотят крышу разбирать демонтировать говорит посоветуйте как можно значит сравнительно за недорогие мероприятия по утеплению гарантировать чтобы не было конденсата было тепло уютно и и должен сказать что люди оперируют тем что ведь до этого же конденсата не было было тепло и так далее относительно вот и надеются на то что будет опять тепло ну не знаю еще есть предложение от заказчика а если утеплить утеплением папу в этой зоне сделать как бы напыление будет ли конденсат ну тоже вариант как бы но сразу я им сказал сейчас я другую же сразу я сказал заказчику что эту трубу надо сантехники чтобы вынесли сюда в этот теплый контур в пироге утепление нельзя ее оставлять если там будет вот здесь утепление по этим балкам то это теплую трубу горячее утопление выносить на суда полы еще будет плитка в этот уровень батареи они хотят наоборот спрятать в ниши здесь к такие ниши сделать утопить как бы суда в утепление сделать такие ниши раньше было наоборот они вынесены наружу загиб с картон вот такие нюансы сейчас будем мы это мерить делать просчет здесь был у нас это явно кондиционер где-то стоял ну такая в такое хозяйство принципе можно здесь пока уходит что пространство еще большое есть где-то утеплить 250 нарастить бруском здесь как мембрану в этой области ну опять же я заказчику говорю на то что гарантии абсолютная я не могу дать так как нарушена очередность нет контр бруса под металлочерепицы мембрана будет иметь разрывы все прочее поэтому он на распутье либо делать ему утепление ппу либо двигаться обычным утеплением вот как я говорю так что так и так дорогие друзья наш рабочий день подходит концу мы ложимся уже на обратный курс надеюсь вам было интересно с нами с пользой провели это время и так всем удачи василий всего хорошего всем удачи пока ждите новых выпусков с вами был круг монтаж